ребята всем привет сегодня мы находимся в коттеджном поселке лосиный парк 1 это щелковский район и к нам обратился человек александр его зовут давай на камеру поздороваемся все-таки это александр является фитнес-тренером клуба территория фитнесов который ухожу я в который ходят еще у нас три сотрудников компании в общем все мы его хорошо знаем он нас тоже знает вот и он знает что мы занимаемся строительством александр расскажи о своих успехах во первых да просто я сказал там тренер территория фитнеса да там ты же не просто тренер ты еще выступаешь спортсмен чемпион москвы по бодибилдингу по классическому бодибилдингу то есть неоднократно защищал свой титул сейчас снова собираюсь на соревнования понятно но все спортивное образование проекты есть у меня фитнес онлайн проекты там производила оборудование тренажера для фитнес-центров тренажерных зал в общем не просто фитнес-тренер на самом деле спортсмен как бы с большой буквы вот и александр некоторое время назад ко мне обратился с такой проблемой что он купил дом и в нем возникли какие-то проблемы и я александру сказал что мы сможем подъехать то есть я подъеду и я возьму нашего друга сергея петрушу потому что у него есть необходимое оборудование инструмент для обследования но и необходимый опыт и так александр все правильно я рассказал да как было значит скажи вообще вот историю свою вот как ты вообще этот дом у тебя возник да то есть прям вот подробно как ты его приобрел как когда что-то с ним сделал когда ты в него переехал так далее искали женой в этом районе дома в двадцатом году и проезжали мимо увидели объявление на доме что дом продается и достаточно давно продается там 14 года встретились посмотрели нам принципе все понравилось ценник был слишком большой для нас на тот момент потом в итоге собственница решила уступить но уступила дом по той стоимости по которой мы хотели взять его и в итоге ремонт длился больше года у нас там несколько лет можно сказать длился ремонт дождите перебьют и очень важный момент упустил а то сейчас расскажешь что все на все мы космические деньги зарабатываем ты этот дом взял в ипотеку да в ипотеку дом совершенно верно взял в ипотеку сделали ремонт начали топить заехали уже зимой можно сказать и начались проблемы на втором этаже то есть второй этаж слабо отапливался не могли нагнать комфортную температуру там спальнях было по 18 градусов в детской включали дополнительный электроконвектор чтобы нагнать хотя бы 22 градуса то есть естественно от этого и счета по электричеству были космические там по 12 тысяч за электричество то есть в итоге обратился к павлу с проблемой энергоэффективности то есть радиаторы не греют или из-за того что с плохо радиаторы греют или из-за чего потому что стены дома очень толстые там практически 60 сантиметров со штукатуркой еще у нас дом то есть чего стены двойной кирпич то там 50 сантиметров получается плюс 51 до плюс раствор плюс штукатурка с собой с обеих сторон то есть получится под 60 сантиметров стена дом из двойного кирпича да я так понимаю да 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 то есть не утепленный то есть такая вот однослойная стена толщиной 51 сантиметр дом очень тяжелый очень теплоемкий вот то есть ну понятно так кровли здесь у нас мансардные да то есть местами или везде мансардные везде мансардные да так утеплена минеральной ваты я так понимаю вот все то есть по дом площадью сколько у нас там по документов 450 но это в боковушке там не посчитано тут еще на мансарде здесь цокольный этаж с копейками цокольный этаж здесь монолитно правильно все все понятно так значит что здесь какие нюансы здесь мы сразу выявили при внешнем осмотре значит первое что у нас бросилось глаза это то что вот там трещина ну пойдем прямо вот пройдем покажем от чего это трещина возникла по всей видимости от утеплитель идет по всей стене фундамент естественно под землей и вот этот грунт который примыкает к этой стене он просел и потянул за собой утеплитель вниз соответственно здесь возникла трещина почему так произошло и как этого избежать ну первое что на что хотелось бы обратить внимание что здесь для армирования вот этого экстрадирована петополистирола используется обычная очень дешевая сетка с рынка то есть мы прям совсем дешевая вот прям вот некачественная вот значит она не держит нагрузку на разрыв соответственно она просто провалась здесь нужно использовать было хорошую панцирную щелочистую сетку далее из-за того что засыпали цоколь грунтом обычным который вот здесь вот лежал из-за этого он не уплотнился то есть его не уплотняли никто и он уплотнился позже соответственно вот он потянул за собой этот утеплитель то есть цокольные тоже надо засыпать исключительно песком при этом вот ромбовать одновременно с засыпкой вот тогда таких проблем не случилось но и сразу сделать естественно отмостку отмостки здесь тоже мы видим не сделаны дом покрыт цементной штукатуркой но местами она отваливается по всей видимости это произошло потому что дом долгое время может быть не отапливался или а то он не отапливался не а то 20 года не отапливался да то есть как раз причина в этом основная потому что конечно дом должен эксплуатироваться если бы он отапливался то температура стены было бы выше и штукатурка высыхала и держал из того что дом не отапливался соответственно такая ситуация произошла итак ребят мы находимся на втором этаже и что мы здесь обнаружили кровлю мансардного типа но здесь даже получается не мансарда перекрытия и здесь все сделано по одной и той же технологии то есть здесь со всех сторон утеплителя одна и та же мембрана это тайвик софт ветра влагозащитные мембраны что делает эта мембрана не пропускает воду но пропускает пар и не пропускает ветер все мы знаем что правильная конструкция таких пирогов это пароизоляция снизу далее утеплитель далее ветрозащита такой здесь ветрозащита сделано с двух сторон к чему это может привести это может привести к тому что то влага которая избыточная который находится в помещении да не просто избыточная просто влага влажный воздух он проходит через эту мембрану попадает в утеплитель и там холодной зоне конденсируется соответственно это может привести к тому что у нас утеплитель намокает становится более высокой теплопроводности то есть лучше проводит тепло холод вот и помимо этого еще у нас дерево которое соприкасается утеплителем а тоже она тоже намокает и там может заводиться грибок и в принципе вся система может сгнить что с этим делать на самом деле большой трагедии на данный момент нет потому что все вот эти вот конструкции они защищены гипсокартоном от шпаклеваны покрашены и паропроницаемость вот этих всех слоев она достаточно низкая вот кроме того в доме как выяснилось есть система приточно-вытяжной вентиляции который пока не работает но она будет работать и она будет подсушивать воздух и таким образом здесь никогда не будет избыточной влажности а вот которая может привести к таким последствиям то есть поэтому вот такие моменты очень важны на них надо обращать внимание пойдемте еще в санузел там тоже посмотрим на потолок так мы находимся в санузле и здесь у нас на потолке также ветрозащитная мембрана это помещение с повышенной влажностью поэтому здесь это очень неприятная история и александр расскажи какие есть проблемы с этим санузлом но проблема в следующем в холодное время года очень сильно тянет с левого угла то есть слышен холод прям и слышен запах канализации то есть я так понимаю как объяснили ребята что за счет того что с улицы большее давление в зимнее время то есть затягивает вместе с холодным воздухом и плюс запах канализации отдушины канализация то есть но решается тоже просто до проклеить либо пропенить да да здесь надо проклеить или пропенить соответственно ну и сделать все таки потолок потому что в таком виде конечно санузлом в зимнее время или холодное время года нежелательно пользоваться потому что вот эти вся влага она будет падать в утеплитель не делали по той причине потому что не могли понять почему воняет и вдруг это все срывать нужно и ломать и так далее все разобраться не могли при в причине из-за этого как бы потолок и не делался ну да надо проклеить будет и в принципе я думаю проблем проблему запаха мы решим вот и все будет хорошо так мы сейчас находимся в подвале александр какие здесь проблемы были по подвалу да по подвалу с другой с другой стороны там спортзал у нас находится это кинотеатр у нас здесь ведет вентиляционная шахта она идет аж на крышу то есть и дело в том что шахты с другой стороны у нас появлялась сырость ну как ребята установили оказывается через вентиляцию там маленький козырек попадал дождь и этот дождь у нас оседал в цокольном этаже ну и соответственно проявлялась эта влага на стенах снизу как раз на нижней части шахты и еще один источник протечки да вот где-то здесь но здесь мокрые пятна да мы видим по стенам то что это причина того что как с петруша сергей сказал что теплый пол протекает на принципе и давление на котле тоже падает то есть соответственно влага куда-то уходит она выходит и здесь эта точка она мокреет то есть соответственно и проявляется это как раз вот пол и то есть нижняя часть стен там сантиметров 10 надо будет все-таки проверить эту теорию да то есть закрыть этот контур полностью дает смотреть будет выходить давление систем накопления если не будет то соответственно вообще можно сделать опрессовку можно просто снять эти трубы с коллегами которые отвечают за контур тюблокола накачать туда давлением от прибора составить манометр а просто посмотреть будет уходить давление сделала прессовку но и сейчас мы находимся в котельной здесь все сделано дорого-богато здоровый чугунный котел будерус все как мы любим большое помещение котельной вентиляционная установка специального цокольного этажа и что мы здесь александр сделали какие у нас были здесь проблема здесь проблема в том что постоянно фильтр который находится перед котлом он постоянно забивался то есть зимой его чистил в холодное время каждый день в летнее время понятно сейчас там раз в раз в неделю раз две недели да и также когда были сильные ливни сейчас за котлом скопилась вода но как определили то точно также что что тоже течет по шахте вода то есть она на шахта находится прямо за котлом как раз выходят газы из котла тоже в эту же шахту то есть и оттуда было промокание то есть и это причем что в прошлом году летом было то же самое потом были как раз сильные ливни и после ливни это было то есть у меня было предположение что это из фундамента но как оказывается фундамент здесь хорошо гидроизолирован то есть нет такой проблемы то есть есть проблема из-за шахты там шахта даже козырек в как сергей сказала что он даже побрал взялся коррозии потому что он не утеплен нужно утеплять то есть ну вот принципе все то что ребята определили там причину то что забит помимо фильтра то есть забито много еще чего то есть и это нужно очищать чистить и так понимаю был тосол потому что и не менялся да там давай я дальше расскажу в общем то вкратце да что мы здесь выявили дело в том что первое с чего хотелось бы начать это то что насосы грунтфос здесь работали в режиме автоадапт это режим хороший но он подходит далеко не во всех ситуациях да и иногда при протяженной сети при неправильном подборе насосов и так далее иногда имеет смысл сделать режим другой да то есть режим постоянного давления соответственно мы сделали режим постоянного давления на третьей скорости и насосы заработали гораздо мощнее циркуляция увеличилась практически на 50 процентов это уже хорошо далее была проблема с тем что радиатор на третьем этаже и на втором этаже некоторые радиаторы плохо греют начали разбираться почему вот как раз вот собственно это одна из причин почему они плохо грели но самое главное что мы выяснили это то что у нас у нас здесь есть гидравлический разделитель и в первичном контуре котла циркуляция очень медленно то есть разница между температурой подачи и обратки очень большая почему так происходит потому что очень большое сопротивление движению воды которая создавал сетчатый фильтр сетчатый фильтр постоянно забивается причина заключается в том что в теплоносителе содержится какое-то большое количество какой-то такой масляно образные такой массы с песком непонятно откуда она взялась у нас есть предположение что в каком году заправили ну заправили не знаю знаю что с четырнадцатого года ее не включали то есть как бы здесь был тосол изначально стоял вообще он другой котел половина разобрана еще не вынесли вы из котельной то есть потом просто мы в двадцатом году уже подключили этот котел нет не двадцатом двадцать втором году мы подключили этот котел ну и запустили в общем смысл в том что здесь был антифриз пропиленгликоль либо тиленгликоль скорее всего качество его уже мы не можем проверить но в любом случае максимальный срок службы этих антифризов до порядка пяти лет через пять лет там они начинают как разлагаться и идет осадок образованием этого осадка и система надо промывать и менять соответственно с 2014 по 2022 год это прошло восемь лет и возможно как раз из-за этого системе отопления и возник этот осадок который сейчас забивает сетчатый фильтр такая наша рекомендация это то что нужно промыть полностью систему снять радиаторы и промыть все насосы и после этого соответственно заправить нормальным теплоносителем нормальной водой с хорошим качеством вот и далее собственно запустить систему и все будет хорошо работать кстати говоря забыл один момент сказать который не сказал процессе обследования почему не сказал то сейчас пошел помыл руки и понял что вода у тебя жесткая и скорее всего с повышенным содержанием железа есть анализ до Billy фильтр еще не поставил не сказал ли сейчас как на чем делать такое после этого кто-то еще не поставил фильтр соответственно поставить то что сейчас либо механические фильтры burn нужно поставить фильтр-умегчитель фильтр не поставил мою систему уже заправить ну да соответственно заправил водой некое слово да вот вот она и результат то есть важно заправлять систему теплоснабжения хорошей водой мягкой водой ну и еще что вы выяснили то что система была недозаправлена то есть давление в баке в расширительном по системе отопления было полтора бара это хорошее давление давление в системе тоже было полтора бара и выше не поднималась почему потому что на входе в дом стоит регулятор давления который ограничил давление в доме как раз вот до этих полутора бар может быть чуть больше мы сейчас увеличили давление в системе водоснабжения и смогли заправить до 2 бар систему отопления в принципе вот такой вот результат нашего обследования и все все проблемы как бы решаемы но их надо последовательно как говорится решить и дома можно будет пользоваться никаких проблем ребята но мы завершили осмотр данного объекта выдали александру необходимые рекомендации советы телефоны соответственно александр ты доволен да очень павел спасибо большое вам за помощь то есть но я бы даже не знаю как я эти вопросы решал если бы не павел если честно я думаю было потрачено было намного больше денег скрывали бы крышу и далее то есть как бы но на самом деле очень сильно помогли все ребят спасибо за просмотр подписывайтесь на наш youtube канал ставьте обязательно лайки пишите свои вопросы в комментарии и помните сначала думаем а потом строим а не наоборот